Добрый день друзья мы продолжаем нашу рубрику рандеву с писателем сегодня у нас в гостях Удивительный гость или гости Ася Петрова Ася Петрова переводчик, детский писатель, издатель Мы сегодня будем говорить о главных вещах о литературе и первый мой вопрос ну и каково состояние детской литературы сейчас Сережа каждый раз этот вопрос все задают поэтому каждый раз надо изобретать какой-то новый ответ а еще когда в один и тот же день задают один и тот же вопрос то сложновато новый ответ изобретать Тогда старый нас много людей увидит как мы в нашей беседе нет немногие да а кстати я еще забыла спросить какую мы лексику используем во время нашей беседе только нормативно только нормативно состояние нашей детской литературы какой современный прозы поэзии ну давайте мы не будем разделять не будем поэзии мы в целом говоря литературу ну хорошо не очень это мягко да а не очень но пояснить надо видимо а ну если вы смотрите я перед этим говорил что нормально начинала с того что нормально и удовлетворительно сейчас начну с того что не очень чтобы разнообразить как потому что с одной стороны у нас есть наша великая классика которая как бы еще современная литература потому что есть люди которые там недавно ушли и там скажем михаила яснова я воспринимаю как все еще современную литературу потому что он буквально недавно умер и сейчас мы его активно переиздаем волках на парашютах я его воспринимаю пока еще как бы как живого а у нас есть сергей мохотин в петербурге которые воспринимаю естественно как вот такого оставшегося единственного пожалуй живого классика поэта детского и хотя у него не так много книг он может быть не столь раскручен потому что как и многим великим на премии и какие-то такие как бы поверхностные вещи тусовки сама презентацию пиар и так далее ему в общем плевать с высокой горы и потому он просто сидит и и пишет и в общем занимается жизнью но это великий живой классик и надо ценить что мы имеем возможность в общем с ним общаться и и тот факт что мы живем с ним в одно время в одну и ту же эпоху я недавно объясняла это детям потому что как раз со смертью миши я поняла что надо ценить живых настоящих классиков когда они вот рядом с тобой могут тебе что-то рассказать и и так далее могут с тобой или чем-то поделиться почитать тебе стихи своим собственным голосом а вот кроме того у нас есть подающие надежды детские поэты молодые относительно молодые и очень молодые которые вполне себе симпатичные ну пока не понятно кто из них как раскроется ну вот настя орлова раскрылась наверное я надеюсь что еще не в полной мере потому что у нее много времени для того чтобы раскрыться но она уже заявила себя так серьезно и но по ней видно что это выучка михаила я снова что не что неплохо что неплохо но когда я читаю ее стихи я вижу там какие-то вещи которые вот и из него но это понятно то что они все время состояли в переписке вплоть до его смерти и он бесконечно работал с ее стихами то есть она как бы немножко из него вышла ну безусловно на самостоятельный поэт но на этом вот ставится жирная точка потому что дальше если честно можно перечислять каких-то поэтов которые чьи стихи кажутся мне неплохими хорошими профессиональными и так далее но они не мурашечные а вот марина бородицкая кстати тоже живой классик пожалуй помимо сергея мохотина а марина бородицкая всегда говорит что поэзию детскую она делит на мурашечную и не мурашечную ну и вообще поэзию то есть вот мурашки есть значит талантлива нет мурашек не талантлива и вот это на самом деле это так и это так с любым искусством то есть когда ты слушаешь музыку какую-то или что-то видишь и или читаешь книгу и вот у тебя вдруг что-то пронзает что-то что-то внутри вот начинает шевелиться значит это значит это талантливо у меня тоже такое же мерило то есть и у меня еще есть мерило запоминаю ли я наизусть я вообще очень хорошо запоминаю стихи всегда наизусть с детства но там вот хочется ли тебе вспоминаешь ли ты какую-то строчку хочется ли тебе еще раз прочитать чтобы запомнить дальше еще раз прочитать и у тебя постепенно это стихотворение в голове начинает крутиться ты его запоминаешь то есть это тоже для меня показатель вот это то что касается поэзии что касается прозы у нас есть андрей усачев которые безусловно в истории останется дальше у нас есть несколько тоже талантливых современных писателей но у нас нет и у нас есть там писатели которые пишут пишут крупную форму писатели которые делают малышовую литературу про зайки я имею ввиду я скажу чего мне не хватает я заметила что наша детская литература вот с тех пор и ее издавать стала пока я была автором я со страшной силой всем рассказывала всегда во время всех интервью что детской у нас бум детской литературы куча премии расцвет и так далее что тоже правда но с точки зрения издателя это немножко выглядит иначе потому что начинаешь читать рукопись и понимаешь что с точки зрения автора ты бы сказал профессионально хорошо человек владеет языком или у человека есть какой-то интересный образ или человек умеет строить сюжет но или 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 и нету такой книги которую вот пока что не присылает много рукописи и пока что нету таких книг которые хочется читать дальше то есть ты прочитываешь какую-то страницу или две или три и ты понимаешь ну хорошо а мне дальше не интересно и как я буду продвигать книгу которую мне дальше не прикольно самой читать я так не могу а поэтому с созданием современной детской литературы прозы мне тяжело и мне хочется чтобы она была менее вот авторы особенно молодые они очень сосредоточены на самокопании что вполне понятно и литература подростковая подростковая современная она становится такой вот герои все время себя анализируют какие-то свои проблемы тяжелые ситуации выхода из них это все важно но а где приключения где сюжет где персонаж где вот этот драйв вся великая детская литература как на которой мы выросли которую мы обожаем астрид лингрен а там не знаю гарри поттер там геккель бери финн том сойер это что были самокопальческие книги то есть это были книги о поиске себя ну да возможно но местами но это были полноценные полнокровные романы и а сейчас писатель не может написать 10 листов детский писать и там например в волках на парашютах премии которую мы сделали волки на парашютах а там было специальное ограничение не меньше десяти авторских листов а я получила кучу писем от авторов где мне писали ой как много но ребят вы профессиональные прозаики 10 листов это много они писали что даже 8 много 6 много мы в итоге сократили до 4 6 но окей если это гениальный 4 6 мы посмотрим но я надеюсь что там все таки будут формы более крупные просто я не понимаю куда делась вот это писательское мастерство что у астрид лингрен книги были по 4 листа ну то есть ну гарри поттер тоже был не наверное не очень длинный первый там дальше он увеличился толкин что короткая книга в книгу нужно погрузиться нужно захотеть жить в этом мире жить с этими героями вместе там проживать какие-то сюжеты желательно чтобы было несколько линий чтобы они развивались чтобы это было интересно и туда можно впилить дальше решение любых проблем и так далее и и личностный рост и мотивацию и все что вы хотите и все что хотят современные психокоучек которым я с большим уважением отношусь вот но почему-то вот это исчезло этого нет я бы этого хотела и вот этого нет это пожалуй что такой вот большой жирный минус это кухня это кухня ваша профессиональная и и наша профессиональная писательская а вот как быть простым мамам и папам молодым и не очень которые приходят в книжный магазин любой да сейчас они все как бы уже серьезные читай город целые империи он приходит там навал этого всего он начинает в этом тонуть перелистывать а представьте как они тонут на озоне и на зоне где много-много каких-то повод не менять пропаганду какую-то разъяснять через кого пробиться и как это потому что зачастую там много мусора так конечно и много мусора везде но и проблема большая с продавцами которые не понимают что они продают они даже не знают что у них где стоит и даже если у них есть какая-то книга в наличии они будут ее два часа вам искать то есть в общем да это проблема поэтому конечно если ты уже знаешь заранее что тебе надо проще заказывать вот на озоне на wildberries и во всех и там есть например bm.ru замечательный книжный магазин с которым мы сотрудничаем и где по гигантским скидкам там все книги не только наши множество издательств от bm.ru хороший магазин интернет но смотрите если родитель умный там и как-то хочет быть осведомленным он он читает обзор он смотрит по премиям потому что по премиям тоже хорошо смотреть если родитель просто приходит в книжный магазин заранее там ничего не посмотрев и не решив что ему хочется ну тогда у него один выбор довериться наверно классики и либо себе либо ребенку то есть классика это всегда хорошо а почему бы и нет а кстати сказать я всегда думала что если мне придется когда-то переиздавать классику то я лучше застрелюсь а то что не интересно просто а интересно открывать новые имена а сейчас я смотрю что я перед мы переиздаем классику и с новыми иллюстрациями и так интересно работать с новыми художниками смотреть кто как и это все видит и безусловно красивые книги делать вот именно делать книги классику это замечательно поэтому классика пускай всегда будет с нами да это первое второе иногда можно просто интуиции довериться у кстати у михаила яснова была суперская история про книжный магазин он как-то раз пришел книжный магазин и наблюдал за тем как папа с дочкой выбирали книгу и папа в семье ей что-то советовал а она горела не не надо а и она подошла к полке с детскими книгами так водила пальцем по корешкам и говорила дурацкая книга дурацкая книга дурацкая книга дурацкая книга дурацкая книга пап купи и ну то есть вот мне кажется что в таких ситуациях надо покупать потому что пуск а пускай начинает читать дурацкой книги даже если она разляпистая даже если она как-нибудь не стильно оформлена и там про история кукол барби условно говоря а это все равно чтение это все равно мозги начинают шевелиться по-другому ребенок начинает что-то читать он к этому привыкает и потом может быть он через это придет к какой-то другой литературе посмотрит что там родители читают почитает классику то есть ну мне кажется что детям свободу выбора в этом плане надо давать у меня начнет что касается детей и подростков собственные взгляды на собственном опыте основу я считаю что как бы то ни звучало примитивно и банально что чтение это как привычка как курение надо выработать а выработать можно лишь на том что тебя затащила вот то что мурашки вызывает поэтому не спрашивают хорошо если умненькие родители они конечно будут подсовывать мальчику там майнрида фенемора купера луи бассинара там кого угодно да 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 где главный герой спасает любимых друзей мир там все что угодно спасает и он же персонифицируется с ним а потом он когда научиться читать то есть он получит привычку курение а курить то хочется а это уже как бы не очень крепкие детские вещи он вырастает как я начинал читать в первом классе с курочки ряб я был счастлив книжка не досталась а потом ты уже читаешь читать читаешь под подросток там джек лондон а джек лондон начинать читать понимаешь что некоторые вещи уже совсем не для юноши там у тебя ты уже заглядываешь в щелки тоже думаешь о больших вещах там маленький хозяин большого дома там еще морской волк это ведь не для подростков это вполне для зрелых людей романа я думаю но ты залез уже в джек лондон ты уже читала белый клык и майкл брат джерри джерри островитянин ты вот это все на елся а это вполне подростковый это да это подростковый вполне и стивен кинг и джейн эйр и вообще возраст он все так немножко менять сейчас дети не совсем такие какие были то есть сейчас там в 12 в 11 лет и надо читать например джейн эйр я считаю то что не в двадцать же лет ты будешь я чему и джека лондона и джерри с сигаретами они уже не крепкие ты не накуриваешься да хочется хорошую сигару и дальше и дальше ну здорово когда в доме например есть книги и даже то есть ну вот люди понимают что да это там не знаю хорошо бы чтобы в доме были книги и мне кажется что так думают многие и вот когда книги стоят и ребенок может там вытаскивать смотреть читать открывайте закрывать это тоже привычка потому что ну привычка вырабатывается тогда когда ты еще видишь что другой человек это делает да это же не нелепо отцу говорить я в твои годы футбол гонял сам сидит перед экраном и пиво пьет а мячик лежит рядом шел бы поиграл так надо идти с ним хотя бы на ворот надо чтобы надо чтобы на чтобы чтобы ребенку было видно что папа играет футбол надо чтобы ребенка было видно что павочек такие конечно и не просто читает а еще с маму обсуждаете это наами другого конечно кто за папа читает книжку а что интересно там такое а то есть а я тоже хочу вот у меня ребенку которому год и 3 месяца папа пьет и аиходок ничего не хочет есть ничего не хочет пить в общем это все ненавидит папа пьет кофе с медом годовалый ребенок хочет кофе с медом он садится к папе на колени и начинает маленькой ложечкой пить кофе при этом он делает глоток дело так а потом дай и дай и он ну если не отобрать то он может выпить пол чашки но то есть он хочет то что у папы и он хочет то что у меня телефон дай как с детской литературы это как быть если папа с мамой вместе с чадом приходит в магазин идти по принципу пускай читает хоть что но лишь бы читал но вот я себе не очень хорошо представляю у меня вот на собственном опыте сын практически не читает насколько мне известно дочка ушла дальше она читать в оригинале английский слушайте ну вы так ставите вы в общем поставили вопрос такой на который ответить невозможно не потому что на самом деле либо есть хороший продавец но мне хочется слышать ваше мнение очень до мнения заключает мнение простое надо обучать продавцов а если продавцов не обучают то есть продавцов которыми можно было бы посоветоваться если продавцов продавец не не обучен и с ним нельзя посоветоваться если родители не посмотрел там по премиям по обзорам по бестселлерам кстати бестселлеры можно смотреть какие есть обычно это могут быть неплохие книги если родители совсем ничего не понимает ну совсем ничего не понимающий родитель в книжный магазин не попрёшь вот поэтому он все-таки хоть что-то но чуть-чуть понимает ну и пускай покупает классику а или пускай покупает классику и что-нибудь что ребенку хочется почитать это тоже это тоже идея и или вот вы говорите не читает ну а вообще-то дети имеют право и не читать то есть вообще в принципе я знаю очень культурные семьи в которых там несколько детей родители все читают и там двое детей читают взахлёб и все перечитали на свете один не читает вообще ничего зато пишет потрясающие компьютерные игры занимается вот этим реализовался полностью в этой профессии ходит в оперу слушает музыку книги нет ну что плохого в общем ничего так наверное выбор но мне кстати вот удивительно было слышать про продавцов я никогда об этом не думал и а сейчас обучают конечно нет я начинаю себе представлять это все и думаю да действительно я заходил в магазин на большие книжные там как-то продавцы практически не реагируют на покупателя но мы же устраиваем презентации в магазинах именно для это и не для считателей в основном и для продавцов чтобы они понимали что вот выступил автор он сказал то-то то-то а есть какая-то связка кроме презентации у издателей конечно издатели встречаются торговые дома представители торговых домов встречаются с директорами книжных сетей все им рассказывают все им показывают и по идее умные директора книжных домов фу книжных домов магазинов дальше собирают своих продавцов и их обучают ну это же текучка они кого-то обучают а люди уходят сменяются приходится снова учить они снова уходят снова учить снова уходят поэтому это тяжелая профессия а на сегодняшний день есть ли у нас автор я вот совершенно не владею информацией такого уровня как автор гарри поттера который вот востребован он пишет он пускай даже не для нет 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 а в чем причина значит у меня когда я начала заниматься издательским делом я сначала посмотрела не на авторов а на художников и с художниками та же самая проблема что и с авторами что художников хороших раз два три часа перед там по по-пальцам а дальше это все надо очень выбирать значит я стала смотреть на художников и мне моя наш арт-директор которая живет во флоренции на русская художница которая там оформляет многие наши книжки и так далее она прислала мне как-то один из каталогов по моему из баллонни показать разных художников какие вот обложки там сейчас делают какие в тренде и так далее я посмотрела на эти обложки предварительно я еще там посмотрела на наши разные обложки ну не на наши а там на библиотеке на обложке я была на выступлении с художниками пообщалась там эскизы посмотрела наш каталог посмотрела один и я увидела две вещи а значит я увидела что например наш художник а почему-то совершенно не может прорисовать тонко вот тонкая прорисованность его вот такая вот профессиональная это совершенно немногим дается то есть я обратилась к своей знакомой художницы говорю ты можешь мне вот нарисовать вот такую обложку какую беатрис поттер чтобы вот так вот тоненько было все четко прорисовано красиво она несколько дней думала и говорит мне ты знаешь я просто не могу у меня достичь такого уровня прорисованности у меня не получается а в чем дело ты же училась в приличном месте в очень приличном месте академия художника закончила там ты оформляла книги там и так далее в чем дело то лень что ли а дальше но это разговор да а каких-то классических обложках дальше есть модерновые обложки как где-то пятна там какие-то детали разрозненные и так далее мазки опять-таки я смотрю зарубежные обложки такого рода и наши обложки такого рода это как говорят в одессе две большие разницы потому что я задумываюсь чего не хватает то ли образование не хватает то ли люди вот не до ним как у репина лошадку нарисуй не могут нарисовать а потому что почему прорисовать то невозможно ну бычков же может прорисовать олейников может прорисовать что а что с остальными они учились в хороших местах то ли образование не хватает то ли какая-то природная лень и просто вот не хочется еще 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 пятый десятый седьмой восьмой варианты делать потому что профессиональные многие художники они совершенно не скупятся в этом плане тратить время на то чтобы еще раз еще раз еще раз 15 обложек новый 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 эскиз и так далее и я приучаю к этому художников что мы делаем эскиз но потом мы его двадцать раз дорабатываем и то то ли лень то ли образование то ли какой-то свободы не хватает и перед как будто перекрыли горло потому что я вижу вот эти модерновые обложки классные стильные где все на месте зарубежные и я вижу наши где какие-то кривые мазки и ну я сейчас так обидно очень говорю но это так и есть это не на все обложки распространяется безусловно на многие и такое ощущение что людям как будто вот горло перекрыли вот как будто им воздуха не хватает я говорю ну нарисуйте все что хотите и человек не может он пытается под что-то подстроиться куда-то вот что-то скопировать и вот это бесконечное копирование и это выглядит как вторичное третичное четверичное вот не свое где вот эта свобода где что-то новое классное не знаю но я из нашего разговора понимаю или хотя бы частично это же самое распространяется на литературу понимаю то же самое что мы говорим о детской литературе что детской литературе ситуация не очень хорошая но я так не сказала то есть я не говорю что во всей детской литературе не очень хорошая ситуация я говорю что и ну вот есть проблемы есть проблемы что новый гарри поттера не пишут он еще не заявлен а вот я знаю соприкасался в своих обзорах с премии михалкова там подростковой для молодежи авторы пишут вниз не сталкивались не сталкивалась премии нет я знаю естественно премию сергей там их целую плеяда целую кучу вы имеете ввиду лауреатов да да и дальше не что вот они за лауреат листья не стали обладателем премии куда они деваются их издали один раз слушайте но у любой премии есть какая-то своя направленность и любая премия имеет какую-то у любой премии все-таки есть определенные жюри и обычно члены этого жюри они как бы внутри себя имеют какой-то единый ну примерно какой-то более-менее единое представление о том чтобы они хотели получить на этой премии в результате и кому да ну каком это я понимаю авторы куда деваются авторы никуда не девается кто-то просто не может писать дальше у кого-то просто получается одна книжка дальше не получается кому-то я считаю что дают просто зря но мне так кажется ну я тоже потому что потому что захотели далее вот ну не знаю кто-то никуда не девается вот она никольская например никуда не девается пишет со страшной силой много здорово это кстати один из современных писателей которого я очень уважаю как современного писателя она даже создала писательскую мастерскую и выучивает неплохо современных детских писателей она сделала такую такой творческий коллектив под очень смешным названием мама вани а это в одно слово пишется а мама вани это инициалы людей которые четырех людей которые там участвуют во всем этом деле и мы сейчас даже издали их книжку одну потому что они прислали мне рукопись это интересно под названием ужасно добрая книжка это очень интересно то есть это вот такая первая штука это не гарри поттер вообще к этому не имеет никакого отношения но это по крайней мере интересно с точки зрения того что я не видела такого языка давно потому что это смешение иронии сарказма доброго юмора пародийности в одном тексте видимо четыре человека напихали туда всего 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 своего юмора и как-то это соединили очень здорово это классно построенные предложения это прикольный синтаксис это очень смешно и это хороший сюжет смешной и там есть мысли что еще надо ничего отличная книга то есть надежда что она все-таки пробьется и взорвет а ну она уже неплохо отгружается и ее уже в общем читает поэтому мне кажется что вот у этого коллектива и вообще у аня ну аня никольская уже известный автор вот она молодец она выучивает хороших ребят это значит даже не то что ильф петров это ильф петров ильф петров ильф петров ильф петров и не первый раз работает с молодежью с ребятками которые позиционируют себя как детские писатели я просто говорю что позиционируют вот и что какое впечатление от них не понимаю что они разные но вот там есть и жемчужины она там есть во первых там есть жемчужины которым уже не надо тусоваться на фестивале а надо освободить работу для других жемчужин да это просто люди которые приходят потому что им нравится общаться потому что друже дружественная обстановка творческой интересным вот а ну там один такой человек ну двое а все остальные а среди остальных участников там есть люди у которых есть потенциал для того чтобы стать жемчужинами то есть это вот нас попросили выделить лидера среди до всех я бы там выделили выделила даже двоих лидеров и это не то есть верили одного мы выделили одного но это не просто так это не абы как вот мы решили кому-то дать некому было давать это звание там действительно есть очень талантливые ребятки причем там есть люди которые очень хорошо владеют словом там есть люди которые умеют придумывать персонажей классных там есть люди которые склоняются к какому-то там не знаю жанру такого сказок еще бы сказала вот ну то есть там есть разные жанры ну в общем там есть над чем поработать очень даже ну там единственно чтобы там действительно надо работать где-то надо очень сильно редактировать где-то надо расширять где-то надо помимо там персонажа еще придумывать этому персонажу сюжет и как он будет действовать то есть там действительно есть над чем работать и вот это ты хорошо а то есть надежда она живет и даже растет спасибо я очень бог рад и довольны что побеседовал потому что не часто приходится беседовать с издателем а тем больше с детским писателем спасибо большое